Друзья, добрый день. Продолжаем рубрику «Ответы на вопросы». Сегодня такой вопрос. Кристина, я очень благодарна вам за ваше видео. И я обращаюсь к вам со своей дилеммой. Мне абсолютно не везёт с работой. Я постоянно устраиваюсь на работу, которая низко оплачивается. Бывало, когда я устраивалась, и зарплата была высокая. Но тут, как под заказ, обязательно наступит какой-то кризис, и зарплата снова низкая, и мне снова не хватает. А по трудозатратам я чувствую себя, как выжатый лимон каждый день. Сейчас, после декрета, у меня есть острая необходимость устроиться на работу и обеспечивать себя. Я очень хочу обеспеченной нормальной жизни. Но уже сейчас, на этапе соискания работы, я чувствую какой-то внутренний конфликт и раздрай. Мне кажется, что работодатели считывают это и отказывают. А те, кто не отказывают, там очень низкие зарплаты и нереальные условия. Я не знаю, как выйти из этого замкнутого круга, и что мне делать. Я буду благодарна за любой совет. Я хочу начать вот с чего. С первого предложения вашего. Вы пишите, что... И я обращаюсь к вам со своей дилеммой. И смотрите, то, какие слова мы выбираем, даже бессознательно, даже как-то вот просто так написалось, да. Очень часто именно через вот такие вот, как будто бы случайные речевые обороты, или какие-то немножко странные речевые обороты, оговорки и прочее, нам приходит самая важная информация. И вот когда мы обучаем работать профессиональных психологов, мы много об этом говорим, что то, что понятно, человек, клиент излагает, то, что как-то вот все ладенько звучит, это там нет информации, которая поможет расширить сознание клиента, а значит перейти на новый уровень и выйти из тех сценариев и замкнутых кругов, по которым человек ходит. И вот психолог, его мастерство в том, чтобы уметь считывать другие слои информации, те, которые, знаете, так вот где-то мелькают, как хвостики бессознательного. И вот здесь про дилемму, вы пишите, помогите мне решить дилемму. Что такое дилемма? Если мы обратимся к этимологии слова, то вот буквально цитата из Википедии, дилемма, полемический довод с двумя противоположными положениями, исключающими друг друга и не допускающими возможности третьего. Повседневная речь употребляется тогда, когда оба варианта нежелательны и выбор происходит по принципу меньшего зла. Где дилемма? Вы дальше в своем вопросе пишете. Бывало, когда я устраивалась, и зарплата была высокая. Но тут, как под заказ, обязательно наступит какой-то кризис, и зарплата снова низкая, и мне снова не хватает. А по трудозатратам я чувствую себя, как выжатый лимон каждый день. То есть вот одна сторона, одна позиция. И тогда вопрос, а какая другая позиция? Потому что еще раз, дилемма, это всегда две противоположных позиции, которые взаимо исключают друг друга и исключают нечто третье. И да, это и есть вот такое вот запирание себя в замкнутый круг. Поэтому первое, на что я бы обратила ваше внимание, это на то, чтобы начать осознавать вот эту другую противоположную позицию. Всегда, когда вы находитесь в замкнутом круге, вам так кажется, это значит, что есть внутри конфликт. Понятно, да, конфликт – это две противоположные установки, которые борются. Но вы осознаете одну из них. Вторая – бессознательная. И работа с внутренним конфликтом – это всегда осознание двух установок. Есть Натан Шварц-Аланд, известный аналитический юнгианский психолог, в своей книге «Комплекс слияния» приводит такой миф, это миф каких-то индейских племен, что по преданию в какой-то там реке жило страшное чудище, оно пожирало многих людей. И есть один лишь способ справиться с этим чудищем. Это способ следующий. Когда вы подходите к берегу этой реки или этого озера, и стоите и смотрите, в какой-то момент чудовище поднимает одну голову. И в этот момент становится так страшно, что хочется убежать. И многие люди убегают, и чудовище их догоняет и съедает. Но тем, у кого хватит смелости выстоять и увидеть, как чудище этот монстр начинает поднимать вторую голову, и сможет увидеть две головы одновременно, в этот момент сила монстра, сила этого чудища переходит к человеку, и человек становится всесильным. И на самом деле это метафорическое, мифологическое описание, очень классное того, как мы работаем с внутренним конфликтом. Нам необходимо увидеть две головы этого чудовища внутреннего, ну, в кавычках. Вот одна голова, это вот это вот желание, я хочу зарабатывать, я не хочу за П, все там плохо на работе и так далее, не хочу за П, а какая вторая голова? И вот в эту сторону давайте посмотрим. Я предлагаю посмотреть на вашу работу, как на некую фигуру. То есть вы в отношениях со своей работой, ну, там это было множество разных работ каких-то, но неважно, это вот как одна фигура, работа. Знаете, как вот кто проходил расстановки, это примерно так, ставят там фигуру, например, друзья, или там родители. А здесь вот такая фигура, как работа, потому что вы очень много в своем вопросе пишите про ваши отношения с работой. Вы пишете следующее, что я очень редко ощущала от работы, можно читать в отношениях с работой, такие чувства, как благодарность, удовлетворенность, и уже молчу про радость и удовольствие. Мы постоянно в отношениях, и отношения – это не только отношения с другими людьми, это отношения со своим телом, как вы относитесь к своему телу, с деньгами, с Богом, не знаю, с правительством, и с работой в том числе. Вот вы пишете про то, что эти отношения для вас очень такие нерадостные, мягко говоря, и вы пишете про то, чего там нет, нет благодарности, нет чувства состояния удовлетворенности, радости, удовольствия и так далее. А что есть? Здесь важно прояснить, задайте себе этот вопрос, и можете, песни надо сделать, а какие чувства вы испытываете в отношениях с вашей работой. Есть такое понятие, я называю это матрица отношений, та сетка внутренних фигур и состояний, которую вы получаете вследствие своего жизненного опыта. Объясню. Вот ребенок рождается, и он попадает в какую-то семью. В семье есть мама, есть папа, есть бабушки, дедушки, еще кто-то и так далее. И постепенно младенец начинает как-то их воспринимать. Вот есть мама, причем мама в депрессии, мама в радостном состоянии, это разные мамы, разные образы в голове младенца. То есть это такая вот серия разных мам, серия разных пап, серия разных сестричек и так далее. И между ними есть какие-то отношения. Мама радостная ко мне относится так, мама радостная к папе относится так, и так далее. Все такие связи между этими образами. И постепенно складывается внутри вот такая вот матрица отношений. И дальше во взрослой жизни ребенок, уже взрослый человек, точнее, воссоздает эту матрицу во всех своих отношениях. И вот в отношениях со своей работой вы тоже воссоздаете что-то. Поэтому напишите или проговорите, что вы чувствуете в отношении своей работы, и задайте себе вопрос, где, когда, с кем я переживала подобное. Вот этот вопрос, это один из таких базовых в психологии вопросов, который помогает связать, вернуть проекции. Потому что, еще раз, матрица отношений, мы во взрослой жизни дальше вот эти образы и состояния проецируем на разные внешние объекты, на других людей, на, еще раз, Бога, свое тело, деньги, на свою работу, на свой бизнес. И когда вы задаетесь этот вопрос, где, когда, с кем я переживала подобное, вы сразу же видите аналогии, и это помогает собрать проекции. Это тоже часть работы с внутренним конфликтом. Следующий интересный момент, опять же, вот если мы рассматриваем ваше отношение с работой, это то, что работа для вас такая амбивалентная фигура. И, конечно же, там считывается прообраз такой материнской фигуры, не только про вашу реальную маму, а в принципе, как архетип материнского. То есть, с одной стороны, у вас есть ожидание, что работа – это то, что даст вам обеспеченную жизнь. Вот эта мечта, стремление к материальному обеспечению, такой обеспеченной жизни, богатой жизни во взрослом возрасте, конечно же, это отголоски детского желания быть рядом с хорошей, стабильной, надежной, такой ресурсной мамой. Вот это состояние. Представьте, завтра вы получаете эту обеспеченность, такую, как хотите. Как вы себя будете чувствовать? Конечно же, так или иначе, это про спокойствие, расслабленность, фух, можно выдохнуть, про то, что вы чувствуете защищенность себя. То есть, так, как чувствует себя ребенок рядом с хорошей мамой. Чем меньше, как правило, этого было в детстве, тем больше хочется вот этой материальной обеспеченности, как компенсации. И, с одной стороны, вы на работу возлагаете вот эти надежды, что она даст вам вот эту обеспеченность, а значит, спокойствие, расслабленность, состояние некое внутреннее. С другой стороны, в реальности вы каждый раз разочаровываетесь и получаете от этой работы-мамы совсем другой опыт, опыт разрушения, опыт того, что наоборот, из вас высасывают энергию и меньше вам дают взамен, по крайней мере, вы так это переживаете. То есть, постоянно вот этот вот круг повторяется, вы ждете обеспеченности, получаете что-то совсем противоположное. И здесь можно работать каким образом? Снижайте свои ожидания к работе. Работа не может быть для вас хорошей мамой и подарить какую-то суперобеспеченность. Сформируйте у себя внутри образ достаточно хорошей работы, которая, может быть, не идеальная, но она дает какую-то достойную зарплату, может, не супербогатство, но какую-то для вас достойную зарплату, плюс-минус достойные условия. Да, понятно, что всегда есть конфликт, потому что, если вы идете работать как наемный работник, задача работодателя максимально сделать так, чтобы вы максимально усилия вложили и как-то, скажем так, нормальные деньги вам заплатить, не супербольшие. Ваша задача там другая, всегда это напряжение, этот конфликт есть. Потому что сейчас в отношениях с работой у вас включается такая детская часть, у вас одна сторона мечтает про то, что, боже, придет какая-то хорошая работа, тире мама, и все будет хорошо, а другая вечно попадает вот в такую очень плохую маму. Поэтому пересмотрите свои ожидания к работе и сделайте их более реалистичными. Есть такой термин в профессиональной психологии, как «достаточно хорошая мама». То есть она не идеальная, она там со своими какими-то минусами и так далее, но она достаточно хорошая. Вот ваша задача – сформировать внутри себя образ достаточно хорошей работы на данном этапе, потом будет другое. Для того, чтобы выйти из этого постоянного колеса ожидания-разочарования, ожидания-разочарования. Это некая третья позиция. Помните, вы начали с дилеммы, и мы говорили, что дилемма – это две взаимоисключающих позиции, они исключают третью. Так вот, выход из любого внутреннего сценария – это создание третьей позиции. Не идеальная работа, не ужасная работа, а что третья, как это третья? Вот в эту сторону я предлагаю вам подумать. Те вещи, о которых я проговорила, как вообще работает психотерапия. Вы начинаете, вот я о них говорю, называется интерпретации, и какие-то из них вам подойдут, какие-то меньше подойдут, но тем не менее вы их услышите, и они начнут свою работу внутри вашей психики. Так работает еще раз любая психотерапия. Психотерапия – это не мгновенные инсайты, эффекты и так далее. Это зернышко, новая мысль, новая информация, которая попадает внутрь вашей души и начинает там как-то прорастать через какое-то время. И действие психотерапии вы видите так, что спустя неделю-две у вас вдруг появляется новая мысль о старой ситуации. Вот это действует психотерапия. Поэтому вы здесь послушали это, эти зернышко упали и пошли себе работать. Что вы можете так вот форсированно делать еще, чтобы катализировать этот процесс? Вы можете представить себе, какое это внутреннее состояние, когда у вас есть обеспеченная жизнь. Может, она там работает, через работу вы получаете много денег, может, через мужа, через... Не важно, дядюшка умер, оставил наследство миллиард, не важно. Вот есть у вас обеспеченность максимальная такая, что вам на пять жизней хватит. И когда, тогда какое-то внутреннее состояние, вот попробуйте его поймать, зафиксировать на уровне тела. Скорее всего, ваше тело очень сильно расслабится в этот момент, когда вы будете это себе представлять. Ну, еще что-то будет. То есть вам нужно вкус этого состояния почувствовать. И когда вы, например, идете на собеседование на новую работу, прежде чем зайти, вот не знаю, в кабинет к рекрутеру, просто вспомнить это состояние на одну секунду. Или вы выбираете вакансии и думаете, на какую откликнуться, на какую нет, у вас есть сомнения. Вспомните вот это состояние, как это, когда у вас максимальная обеспеченность, вот максимально хорошо вам. И из этого состояния дальше делаете выбор. То есть постоянно в течение дня себя возвращаете на секунду, на момент в это состояние. Это то, что вы можете делать для того, чтобы катализировать те процессы, которые у вас внутри запустятся, когда вы будете слушать мои интерпретации.